Здравствуйте! Это будет гадание для Тельца. Уже, ах, на мае 2024 года Тельцы именинники и первыми получают гадание, что естественно. Но, знаете, взяла для вас вот эту вот сложную колоду. Редкие карты по мотивам, иллюстрации здесь по мотивам средневековых гравюр. На рубашке портрет Альбрехта Дюрера, самого, пожалуй, известного художника тех времен, злые карты, но честные карты. Почему выбрала эту колоду? Потому что хотим правду. Лучше горькое, но правдое, чем приятное, но лезть. Очень хочется вам помочь, очень хочется быть понятной, полезной. Поэтому задавайте картам ваши вопросы и ищите, конечно же, ответы. По крайней мере, мы начнем с этих карт. И, видите, на столе есть и другие. Возможно, переключимся потом и на другую колоду. Итак, Телец и Май. Поздравляю с днём рождения. Естественно, желаю здоровья, счастья, денег побольше. Такая универсальная схема. Но хочется, и хочется больше. Хочется, вот согласитесь, дорогие Тельцы, хочется не просто благополучной, сытой жизни. Хочется не просто вот душевного покоя, а хочется, ну вот чудес, хочется удивляться, наверное, каждый день. Хочется каких-то, каких-то вот особенных вещей. Особенных. Посмотрим, что скажут карты, не знаю. Здесь есть карты прямые перевёртые в колоде. Где-то я это учту, где-то нет. В конце концов, по настроению. У гадалки тоже может быть настроение. Итак, первая карта. Ох, надеюсь, прям она определяет месяц. Что за... Ну такое, семёрка кубков. Немножко растерянности. Начинаем мы с растерянности. Есть выбор. В каких-то актуальных вещах. Любовь, работа, что-то большое или малое. Ну, будет выбор. Это хорошая новость. Но выбрать что-то одно будет трудно. Один вариант развития событий. Какой-то один сценарий. Семёрка кубков не считается откровенно хорошей картой в колоде. Потому что она называется ложные дары или ложный выбор. То есть, действительно, очень часто по этой карте идёт потерянное время. И потерянные душевные силы, которые мы тратим на выбор, естественно. Сомневаемся. Менять ли работу. Менять ли мужа. Менять ли место жительства. Переезжать или нет. И учиться или бросить. Вот, знаете, вот такие вот сомнения. Когда кажется, что мы выбираем, что всё в наших руках. А как раз эта карта говорит, что нет. Скорее выбор сейчас за другими людьми. Или вообще за ангелами, хранителями. От чего предостерегает Семёрка кубков? Как раз от потери времени. От растрата эмоциональной душевной энергии. То есть, усилием воли. Нужно будет концентрироваться на простых, доступных, понятных вещах. Вообще, Семёрка кубков – это вот когда обманывает судьба. Когда судьба раскрывает, вот знаете, такое меню. Обильное, обширное, богатое такое меню. А когда ты вот тычешь в какое-то конкретное блюдо, наименование, тебе говорят, а этого нету. Следующее. И тоже нету, 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 нету. Всё пустое. Всё напрасно. Всё напрасно, всё поздно. Понимаете? Не самая плохая, но и не самая хорошая карта. Начинаем. Может быть, дальше будут другие карты. Посмотрим. Итак, Телец в мае. И восьмёрка, и семёрка, и восьмёрка кубков. Ну, надо же. Вот не хотела. Но, опять же, злая колода. Правду. И отказаться от плана какого-то важного для вас. Планов, может быть, о дороге, о работе, о бизнесе. О любви тоже. Придётся отказаться. Вот за семёркой вполне логично следует восьмёрка. Вот здесь вы пропускали время и стояли в растерянности. А вот здесь уже понимаете, что точно ничего не получается. В любви разочарование большое, может быть. Но в работе, естественно, тоже. Не знаю, вот эти противные кубки для чего, в какой области более противные, да? Не знаю. Ну, наверное, то и другое обидно. Советы. Знаете, вот предсказательная система Таро не была бы такой великой и популярной, если бы, ну, просто карты констатировали факты. Вот здесь вот по фактам карты говорят. Вы упускаете, всё пропускаете, о чём-то мечтаете, шансы пролетают мимо. В итоге вам приходится вот уходить с опущенными плечиками, уходить оттуда, откуда вы не хотели уходить. Да, попросили вас, судьба попросила, или начальник попросил очистить территорию. Вот. Это констатация. Но советы, смысл же в советах, а совет очень простой. Уходя, уходи. Нельзя возвращаться. Нельзя с этими картами цепляться, возвращаться или кого-то держать рядом с собой. Если речь про любовь, то тот, кто уходит, то должен уйти. И ваша жизнь очистится. Ну, и его тоже. Не знаю. Хотя, какое нам уже теперь до этого человека дело. Правда? Далее. Надеюсь, что сейчас история будет выравниваться. Паш Жезлов. Ну, вот видите, на смену старым планам, которые не состоялись, приходят новые, будоражащие, оптимистичные, жизнеутверждающие новости и возможности. Паш Жезлов – это буквально занятие, которое увлекает, которому вы можете отдаться со страстью. И это может быть новое любовное знакомство, которое тоже вполне себе излечит, исцелит от разбитого сердца. Паш Жезлов. Человек, идея, новость, увлечённость – это то, что, знаете, хочется делать. Это то, что заставляет с энтузиазмом бодро срываться с постели каждое утро, потому что известно, чему посвятить День Паш Жезлов. Очень даже хорошо. То есть новое занятие, давайте так это назовём, новое увлечение какое-то. Это и хобби может новое появиться. Естественно, новый бизнес. Пока не очень крупные карты. Не видим мы, что это месяц больших перемен для тельца. Ну, посмотрим, что будет дальше. Пятёрка кубков. Тоже очень хорошо. И здесь я учту, что карта перевёрнута. Потому что прямая – это были бы опять противные кубки разочарования. А перевёрнута – это момент, когда после депрессии, разрухи, упадка возвращается к нам жажда жизни. Вот буквально карта, говорят. Некий человек, некая новость буквально возрождает интерес и снова хочет творить, действовать и делать что-то ещё. Король Пентакли. Похоже, что вот это новое ваше занятие, новый проект, сделка, может быть, которую вы планируете, это грозит большой выгодой. Отсюда, естественно, отступает депрессия, естественно, жажда жизни и так далее. Потому что ничто нас так не стимулирует и не зовёт в дорогу, как морковка перед носом, правда же? Вот эта морковка появляется, король Пентакли. Вообще, король Пентакли – это ещё и фигурная карта, это некий полезный человек. Это человек, как минимум, даёт полезные советы, как максимум, буквально платит деньги. Какой-то заказчик крупный, может быть, для вашего бизнеса, какой-то клиент или контрагент, партнёр по бизнесу. Обращайте внимание на мужчин с земных знаков. Вообще, конечно, небольшой экскурс астрологический. Часто я раздаю людям советы на тему астрологической звёздной совместимости в паре, например. И понятно, что это база, что в рамках, в пределах одной стихии, вот, например, Земля, люди лучше совмещаются. И для женщин-тельцов лучшие мужчины – девы и козероги. Там внутри натальную карту тоже можно рассматривать, конечно. Вот мужчина с земной масти у вас здесь появляется. Держитесь за него. Верный, постоянный, ну и богатый. Что тоже, знаете, такой бонус неплохой. Мужчина-дева, может быть, мужчина-козерог. Люблю, люблю земных людей, всех люблю, уважаю, ценю и так далее. Но давайте продолжим всё-таки. Я не хочу останавливаться именно с этими картами, потому что довольно цельную картину они описывают. Перевёрнута умеренность. Друзья, знаете, от чего? Не теряет карта своего позитивного смысла. Всё равно это добродетели, это знак такого спокойного понимания, зачем вы живёте. Карта переворачивается, тоже как совет предостерегает. Очень можно будет оступиться и свернуть не на ту дорожку. Постучать, как сейчас модно говорить, зайти не в ту дверь. Смотрите, вам будет чем заниматься, и, скорее всего, это хорошо так деньгами окупится. Но шаг вправо, шаг влево, и вы можете не туда пойти в плане профессии, в плане должности, в плане бизнеса. Отлично, всё отлично. Это ваше время. И таланты приложатся ваше, и время правильно израсходуете. Но вот направление. Смотрите, чтобы стрелочник был правильный, чтобы стрелочку в нужном направлении переводила. Неплохие карты. Не могу сказать, что это очень цельный месяц, очень цельным расклад этот выглядит, но, тем не менее, какие-то советы. Нет чего, конфликтности нету, я не вижу. Каких-то очевидных потерь, разрушений. Хотя мы ещё не закончили, мы ещё не прекратили. И совсем другие карты по энергетике. Здесь такие немножко эстетские, диссидентские карты. А вот это вот колода другая. Это сермяжная царская таро. Вот эти позолоченные карты называются. Продолжаем исследовать ваш май, дорогие тельцы. Если, ну, пока резюме такое. Если речь идёт о любви, о любовных делах, то такое не то, чтобы слегка разбитое сердце, но слегка опостошённое наблюдать. Если речь идёт о работе, то определённая смена декораций. Есть. На смену прежним планом приходят другие. Посмотрим. Царская таро, что может тоже предложить. Семёрка. Почему мы так увлеклись семёрками? Семёрка бастонов. Семёрка жезлов. Хлопоты. Готовьтесь к хлопотам. Ну, хлопотно проводить месяц. Дороги, разговоры, усилия какие-то собственные. То есть каждый день мая в определённом смысле потребует подвига. Ну, знаете, подвиг – это и просто побороть собственную апатию и лень, подняться утром с кровати. Ещё семёрка жезлов, кстати, это часто в любви карта про ревность, про некую конкуренцию. Как правило, вымышленную, как правило, надуманную, но всё равно она есть. То есть мы видим здесь некий размытый, но всё-таки образ врага. Люди, которые хотят занять ваше место. Не получается у них. Ну, отбиваться-то пока всё равно приходится. Приходится отбиваться. Далее. Старший аркан, да? Старший аркан – крупная карта. Карта – это повешенные, да? Ответственность. Ответственность, не свобода. Это, вот мы не удивлены, это то, к чему мы привыкли. Здесь, может быть, её становится больше. Больше этой самой ответственности, меньше времени, больше занятости. Ну, что сделаешь? Из песни слова не выкинешь. Хотела бы я какие-то вот такие простые, изобильные карты доставать для вас. И ваша привязанность, обещания, которые приходится выполнять, долги, любые, денежные, какие-то, ну, не знаю, духовные, которые приходится возвращать. Вот про эту карту. Я вижу, что тельцы будут очень сильно и плотно заняты. Нет карт про отдых. Где отдохновение от трудов праведных, где отдых для души. Тройка Пентакли. Работа. Будет работа. Ну, это, наверное, хорошая новость, если вам нечем заняться, если вы ищете работу сейчас. Ну, вообще хорошая новость. Карта очень похожая на вот эту вот умеренность. Она говорит, что, ну, в целом, какие-то правильные занятия, привычные, предначертанные, дела вас ждут, с которыми, в общем, легко справляться. Тоже здесь все это обходится без потрясений. Не хочется слишком затягивать с одной стороны гадание, а с другой стороны хочется все-таки каких-то прямо вот, ну, что ли, прорывных, разрывных откровений. Так, одну карту тогда отсюда. Испанская, вторая, одна карта. Задайте ваш вопрос, давайте, задайте ваш вопрос, сбудется, не сбудется одна карта отсюда. Вот пятерка, пятерка жезлов, причем она перевернулась, ну, ладно. Ох, с ней. Ваше желание, которое вы успели загадать, исполнится с вашими усилиями, только если вы будете на этом настаивать. Если вы не согласитесь с чужим мнением, если вы не пойдете на поводу, там, не знаю, толпы, условно говоря, как от коллектива. То желание, да, ваше вполне выполнимое, добейтесь, нужно добиться. Но и умудриться при этом ни с кем не поссориться, никого по-настоящему не обидеть. Кстати, по-прежнему нет конфликтных карт. Что это, что меня лично радует, и нет карт каких-то, ну, прямо, вот, знаете, разрушительных внезапных кризисов, тоже в жизни тельца не наблюдается. По традиции перекрываем всю эту кухню итальянским оракулом. А здесь включите вашу интуицию, только название карты без прочтения, и что, кстати, тоже можете задать свой конкретный вопрос, абсолютно точный. Если про человека, то имя, если про какую-то работу, название фирмы. И одно слово, название карты, это будет достаточно, чтобы вы что-то поняли. Я-то надеюсь. Так, дайте я-то сама загадаю. Дайте я-то сама загадаю. Диспетчеры. 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 Простите, мой итальянский. Беспокойство. Карта беспокойства. Если вы спросили про деньги, то беспокойство о деньгах. Если вы спросили про вашего любимого человека, то да, о чём-то придётся беспокоиться. Впрочем, тоже опять-таки без потерь. Беспокойство. Вот такое вот гадание получают тельцы разной карты, правду скажу, но и неплохие. Если мы будем... Знаете, есть такой общий универсальный совет. В любой непонятной ситуации, что нужно делать, чтобы не потеряться в этой жизни, нужно держаться единственной неподвижной точке, когда всё вокруг крутится, меняется, разрушается, летит к чертям собачьим. Нужно держаться вот той единственной неподвижной точке в центре себя. То есть держаться нужно себя. Всё остальное... Представлять себя центром Вселенной, всё остальное тогда в каком-то правильном заданном ритме станет вращаться вокруг вас и вам на пользу. Спасибо, дорогие тельцы. Увидимся!